Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с описанием картин по книге Великие музеи мира Эдвард Колли Бёрн Джонс Персей, преследуемый горгонами 1875-1876 гг. Бумага, гуашь, золото Данная картина третья в ряду сцен из истории Персея, помещенных на стене одного из залов галереи Две предшествующие ей нахождения Медузы и смерть Медузы, рождение Пегаса и Ресаара Античный миф, повествующий о Персеи и Медузе, о Медузе-Гаргоне, богат фантастическими деталями Персей, экипированной Афиной для охоты на Медузу-Гаргону, нашел в земле гипербореев среди изваяния людей и животных, окменевших при взгляде на нее Трех спящих сестер Гаргон, сюжет первой панели цикла Бёрн Джонса Глядя на отражение в щите, которое для этой цели дала ему Афина, герой одним взмахом в руке отсек голову чудовищу После чего из мертвого тела возникли крылатый конь Пегас и воин Хрисаар Центральная панель Персей засунул голову в сумку и бросился бежать Разбуженные сестры Медузы, Сфена и Эвриала пустились за ним в погоне Однако черная шапка-невидимка, порученная Персею Гермесом вместе с крылатыми сандалями, сделала героя невидимым И он благополучно ускользнул от преследователя Темой данной картины является именно побег Персея Берн Джонс весьма изобретательно изобразил Гаргон в их ужасном, в соответствии с описанием античных авторов, виде Литературной программой для него служил рассказ Гесиода в его Теагонии Происхождение богов около 700 года до н.э. Вместо волос у Гаргон, шевелящейся змеи, все тело покрыто блестящей чешуей У Гаргон медные руки с острыми стальными когтями, крылья со сверкающим золотым оперением А взгляды Гаргон все живое превращается в камень Ну вот такое описание к работе Эдвард Колли Берн Джонс Персей, преследуемый Гаргонами 1876 год Описание по книге «Великие музеи мира» До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok